У нас дождь на улице пошел. Открутил я успокоитель, два болтика М6. Снимаю его, чтобы ослабить цепь и снять ее. Вот он у нас. Он еще в отличном состоянии. Скидываем цепь. Звезды мы не снимаем, мы их не меняем, они в отличном состоянии. Снимаем багеля один и другой. Вот я открутился. Передняя у нас на 12. Выработки нет. У автомобиля пробег 240 тысяч. На вкладышах выработки ноль. Грязи здесь. Это клапан VWTI. Грязи нет. Откручиваем все крышки и снимаем распредвалы. Здесь, как видите, тоже ничего не тронуто. Здесь у нас головки на 10. Ослабляем сначала, а потом потихонечку откручиваем. Потому что, где у нас клапан не поджат, распредвал, чтобы не сломать его, равномерно отпускаем. И так далее. Ну что, вот мы ослабили. Теперь берем ее и по всем бубилям проходимся. Снимаем. Так, ну все, крышки я все снял. По порядку их положил. Хоть они и подписаны, но старайтесь обращать на это внимание, чтобы не перепутать. Снимаем один распредвал. И снимаем второй распредвал. Все, теперь у нас остается открутить головку и поднять ее. Откручиваем. Откручиваем головку. Здесь вот М12, вот такая многогранная, 12-гранная она. Хорошо затянута. Здесь у нас снимаем вкладыш. У нас находится под вкладышем болт. Ачик. Ум globally. У нас тут находится яйца. Ум, яйца. Ачик. Это запечатлен. Indeed, мы продолжаем. Утпильный. Давайте начнем. Утпильный. Утпильный. Ослабляем все по порядку. Но этот не сильно подтянут, легко пошел. Этот вообще не затянут. Нет, от руки не идет, но на воротке усилий вообще нет никакого. Вот этот затянут. Аж с треском. Что такое? Тут тоже легко. Не понял. Получается у нас прослабленные шпитки. Так, ну что, пробуем отрывать головку. Вроде все открутил. Не знаю, что там сзади под впускным коллектором. Ну, пробуем. Оторвалось. Здесь у нас форсунки отошли. Остаются здесь. Так, ну антифриз попал в цилиндры сейчас. Вот это вот непонятно, почему на прокладке нет краски. Сейчас буду разбираться, почему вот эти три задних болта были прослаблены. Двигатель не ремонтировался. Так вот явно я не вижу, чтобы где-то что-то дуло. Но так как они были прослаблены, и это было только на оборотах, быстрее всего только из-за этого. Вот здесь, как видно, и гильзы. Блок целиком алюминиевый. Сейчас-то там попало масло, антифриз попал. Не поймешь, что. Но резьбы на болтах нету. Резьба не потянута, просто ослаблено. Сейчас продую, да буду смотреть. Вот, кстати, вот что-то блестит. Ладно, вымакиваю масло из антифризов. Вот если посмотреть по цилиндрам. Второй и третий цилиндр, поршня, они более чистые, на них менее нагара, чем на первом и на четвертом. Это как раз и показатель того, что антифриз попадал у нас в эти цилиндры. Вот эти три болта были вообще не затянуты. Так, она вообще не дунула все. С резьбой непонятно, резьба вроде целая. Но почему не дозатянуты? И прокладку сейчас покажу. Так, вот прокладка. Так, это получается у нас как раз верхняя часть головки. Меня смутили вот эти следы. Вот здесь вот и вот здесь вот. Вот эти белые пятна, это водяные каналы, водяная рубашка. А вот это, похоже, здесь газы и прорывались. Потому что ни здесь, ни здесь, нигде больше нету. И краски на головке нету. Сейчас еще головку покажу. С этой стороны вся краска целая. Только вот где водяная рубашка, вот белая. Это к цилиндру. А все остальное целое. Так что только из-за прослабленных болтов дунуло у нас. Но из-за чего они прослабленные, гадать остается. Сейчас головку еще покажу. Вот головка. Вот про что я говорил. Краски здесь нету. Никакой не осталось. А дуло как раз вот сюда и вот сюда. Нагар на клапанах в пределах нормы. Вот здесь непонятный нагар. Все-таки получается. В третий цилиндр больше всего попадал. Антифриз он более чище. Отмытый. А эти более с нагаром. А второй и третий чаще всех. Ладно, что тут гадать. Гадать тут нечего. Везем головку и отдаем ее на шлифовку. Ставим новую прокладку. Сейчас еще с резьбой повнимательнее там положу, посмотрю. Ребята, разрешили сам процесс заснять шлифовки и третий. Сейчас устанавливаем. Залили новую прокладку. Залили новую прокладку. Залили новую прокладку. Продолжение следует... Для начала сейчас снимут 0.02, а потом на 0.04 выйдем. С улицы Кирилла Росинского это выглядит вот так вот. Если будете проезжать, вы уже увидите, не ошибетесь. Делают хорошо, я уже не первый раз и сделаю, поэтому могу сказать с уверенностью. В данный момент отшлифовали блок, загильзовали. Сейчас идет проточка, потом шлифовка. И сверху обрежутся, будут новые цилиндры. Это шлифовальные, балы шлифовать, оборудование все серьезное. Калинговальный. Это калинговальный станок. После вот этой расточки блок переставится на вот этот калинговальный станок. Мощный пресс. 40-тонный. 40-тон, да? 40-тонный пресс. Универсальная заточка. Станов для универсальной заточки. Ну, это вот шлифовальный станок, на котором мы сейчас головку шлифовали. Координатно-расточной. Вот такой вот координатно-расточной станок. Оборудование позволяет делать различный инспектор работ по ремонту и восстановлению двигателей, головок. Также здесь есть большой цех. Установлены подъемники, оборудование. Есть тельфер. Выпираем тряпку. Все здесь протер. Берем новую прокладочку. Виктор Рейнс. 61-53-515-00. Открываем. 21-54-00. Оборудование. 22-54-00. Виктор Рейнс. 21-55-00. 24-55-00. 25- So. Вот такая вот прокладочка. Как видно, она тоже вся крашеная. А потом со временем вот эти места, где антифриз, она вымоется. Маркировка на прокладке 2АЗ-ФЕ, модель двигателя. Ложим прокладочку. Прокладку положили. Берем головку. Головку мы отшлифовали под 0,05 соток. В принципе, как я и говорил, головка была целая. Провал был немножко вот с этой стороны только на первом цилиндре. Ну и то он незначительный. Дул это не здесь. Головка. Всю продул ее. И сразу вставляем форсунки на место. Резинки я смазал силиконовой смазкой. Резинки. Резинки я смазала. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил болты, смазал на входе резьбы маслом, надел на ней шайбы, устанавливаем. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok точно такая же картина вот она не затягивается проблема блок алюминиевый ладно выкручиваем